Ейм-дизайнеры, логисты, экономисты электронного бизнеса. Уступная кампания в Гомельской области наближается до финала. У приемных комиссиях больше нет наплыва абитуриентов, и уже можно подводить основные выники. Наш корреспондент Марина Джалая погутарила с представителями усих вины у Гомеля. Усе подробности в следующем сюжете. Первым пунктом в нашем долгом маршруте стал Белорусский гандлево-экономический университет с поживецкой кооперацией. И тут, до речи, у приемной комиссии было больше за все абитуриентов. У этом году юнайки и девчаты особливо активно выбирали специальность экономики электронного бизнеса. В Беларуси таких специалистов рыхтуют усяго три ВНУ. Интерес абитуриентов настолько различен, что его не предугадаешь. Так, например, в прошлом году свободные места были на товароведение, а на сегодняшний день у нас конкурс на эту специальность, конкурс у нас также на маркетинг, логистику и товароведение и торговое предпринимательство. В Няково проходить уступная кампания и у суседей у нас суприть. У Гомельском державном университете имя Павло Сухого. Тут тройку лидеров по узровню проходного бала займает специальность информационной системы и технологии угольнявой индустрии. На другом месте специальность информационной системы и технологии у проектовании и вытворчасти. Замикает трия – информатика и технологии и вытворчасти. Особенностью нынешней вступительной кампании является то, что абитуриентов пользовались популярностью такими специальностями энергетического факультета, как электроэнергетические системы и сети. Проходной балл в этом году 251, ну и конкурс 1,5 человек на место. Вакантных бюджетных мест у нас не осталось, поэтому дополнительный набор мы объявлять не будем. Продолжаем прием на платные места, в частности на такие специальности популярные, как разработка эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и экономика управления на предприятии. Белорусский державный университет транспорту мая республиканское значение. Тому неодивно, что селиток или 40% тех, кто поступает, не только из инших белорусских областей, а и из соседних регионов Российской Федерации. Самым высоким проходный балл был на мытную справу, наименьший на специальность неразбираючи контроль и техничная диагностика на чугуночном транспорте. Конкурс на дневную бюджетную форму получения высшего образования в 2018 году сложился на уровне 1,3 человека на место, по отдельным специальностям свыше трех человек на место. Наиболее востребованными специальностями традиционно являются железнодорожные специальности, а также такие специальности, как транспортная логистика, бухгаловский учет анализа аудит, таможенное дело, управление движением и информационными технологиями на железнодорожном транспорте. Не менее интересны для абитуриентов специальности строительного профиля, такие как архитектура, строительство автомобильных дорог и аэродромов, а также промышленное и гражданское строительство. Об активности абитуриентов говорить и в Гомельском державном университете имя Франциска Скорыны. Конкурс на бюджетную форму склал в среднем два человек на место. Максимальный был на правознавство – 10 человек на место. Общие баллы абитуриентов повысились, и на некоторые специальности, у нас таких пять уже в этом году, где минимальный проходной балл свыше 300 баллов. Это специальности на странный язык, это специальности экономического профиля. Та же самая правоведение установила рекорд – 341 балл. Ну и, конечно, специальности IT-профиля пользуются особым спросом на программное обеспечение информационных технологий – 321, полупроходной балл. В общем-то, конкурс очень серьезный. Больше подробностей сюжета в выниках уступной кампании 2018 у высшейшей научной установки Гомельской области глядите в программе «Новины ты дня» в неделю на телеканале «Беларусь4Гомель». Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадио «Кампания Гомель».